здрасьте дорогие друзья главный раввин израиля назвал убийство террориста заповедью то есть он сказал что если пришли с ножом убить тебя то убей его соответственно так на вторе кроме всего он добавил и не бойтесь никаких возможных юридических последствий содеянного но тут я уже не знаю как он может за это ручаться потому что законы государства они не всегда совпадают законами торы он бы что говорит если кто-то вышел просто вышел с ножом на улицу уже домой не должен вернуться надо потому что его намерение убить если он стал это не то что на пугатель и ограбить это не те случаи поэтому должен быть убит а мы исходим из намерения все таки да человек вышел с ножом что нет ну это ясно что почему он вышел у него другого намерения это когда их даже хватают и допрашивают они говорят да это мы хотели понятно он говорит что это единственное что остановит террористов я не думаю, что это остановит. Это не остановит, потому что получают за это большие деньги. Они получают, во-первых, за это рай. Это важнее всех денег. Да, важнее всего. Семьи получают огромные пособия. Сохраняются дома, выдаются награды, шикарные похороны и прочее, прочее. То есть прежде надо отрезать вот это вознаграждение. Значит, надо отрезать вознаграждение. Когда-то заворачивали таких людей в свиную шкуру. Террористы. Согласно, да. Террористы. Согласно Корану, в таком случае человек в рай не попадает. Так что сразу же этим в то время был остановлен террор. Восстание. Первое. Второе. Не выдавать деньги. Не поощрять паленцинскую автономию большими судами, деньгами всякими, чтобы у нее были деньги на то, чтобы раздавать террористам. А то официально раздаются деньги именно таким семьям. Кроме этого, сносить дома. И выселять. То есть сделать все, чтобы было неповадно. И четвертое самое важное. И я бы сказал, что оно впереди, а не четвертое, а первое. Это то, что мы должны между собой объединяться. В мире наше объединение пройдут в наш мир доброй силой. И они заставят просто вот этих вот потенциальных террористов изменить себя, свою тактику, свое отношение к Израилю, к себе, к жизни и так далее. Мы этим можем подействовать быстрее всего, удобнее всего, лучше всего. И мы при этом не нуждаемся ни в ком, никого не тесним, никто нас ни в чем не будет обвинять. Так что вперед, давайте сделаем то, что зависит от нас. И поверьте мне, ничего больше делать не надо будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!